Бармены Бармены, которые работают в клубах, они должны дарить много настроения, позитива, создавать ту атмосферу, которая нужна данному заведению. В такие заведения приходят отдохнуть и пообщаться. И в этом деле бармен может помочь. Александр не любит, когда ему изливают душу. А вот Сергей, наоборот, готов выслушать и помочь советам. Коллеги по цеху даже одно время называли его Амуром. Я очень любил сводить одиноких людей, которые сидели и грустили по разным концам стойки. Вот как они дружили потом, я не знаю, но вроде уходили счастливые и мне это нравилось. В будние дни Сергей работает логистом, а в выходные перевоплощается в бармена. Он с лету импровизирует и создает собственные коктейли на любой вкус и по желанию клиента. Я люблю оборачиваться на бар и какая-то муза приходит, начинаешь творить, сам получаешь, что кайф. Ну и гости. Ну, если честно, у меня не было ни одного равнодушного. Александр работает барменом уже пять лет. Приготовлению напитков или флейрингу он учился в Екатеринбурге. Ну, думаю, чтобы подойти до какого-то совершенства своего, думаю, бутылок 50 точно разлетелись. Работа бармена не только интересная, но и опасная. Осколки могут поранить. Об этом нужно всегда помнить. А еще не стоит забывать о том, как правильно рассчитывать пропорции ингредиентов напитка. Каждый бармен использует свои методы. Я наливаю обычно, то есть, одна секунда 10 миллилитров. Соответственно, через пять секунд я знаю, что у меня 50. Вот, то есть, таким образом я как бы, вот, можно налить без проблем. Ловкость, трюк и никакого мошенничества. Работать без проблем ребята могут и в паре. С такими трюками и выступать можно. К слову, молодые люди уже принимали участие в местном конкурсе барменов. Кто знает, может, однажды они выйдут на мировой уровень. Ведь удивлять они умеют. Такой трюк понравится даже искушенным посетителям. Ведь именно для них стараются люди за барной стойкой. Вот и свой профессиональный праздник они проведут на работе. Ничуть не жалея о том, что дарят первоуральцам вкусное настроение.